Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на своих дюнах, рабочие в будни. Сегодня у нас Ашот слишком долго спал, с утра мы не искупались. Он проснулся сейчас в 6, говорит, 6.30 поедем, я говорю, не, уже поздно. Сегодня на другой дюне нахожусь, но это все тот же пляж Одиссея. И у меня целый откат. Огромная компания, можно отфотографировать. Сейчас посмотрим, как у нас летают люди по утрам. У нас солнечно, море просто, видите, идеальный штиль. Подойдем поближе, вам расскажу сейчас про температуру и узнаем об отдыхе в пансионате Одиссея. Наши ребята отдыхают именно здесь. Был на территории, воспоминания, когда мы там проводили свою молодость. Да и эти дюны тоже, люблю, обожаю, все детство. Так, когда люди приезжают к нам в Анафу, они начинают летать. На счет 3. Раз, два, три. Не всегда с первого раза получается. Попытка. Раз, два, три. О, все. Уже летают. Вы прыгали, теперь летать пытаются, да? Здравствуйте. Так, дорогие друзья, мы находимся на пляжике Одиссея, как я вам сказал, на дюне. Попрыгали, пофотографировались. И сейчас с вами узнаем температуру воды. Что у нас? Смотрите, вдоль берега водоросли. То есть они идут практически на всем протяжении. Ну, вон там я вижу нам против пансионата Паруса. По-моему, их уже нету. Я туда не пойду, потому что водоросли зеленые. Когда они зеленые, они прекрасны. То есть я вчера на эфире рассказывал человеку о том, что водоросли зеленые, это жизнь, это прекрасно. Он говорит, они гниют. Вот, ребят, они не гниют, они высыхают. А когда в них попадает какая-нибудь сунгсанция, которая активирует процесс гниения, то вот тогда они гниют и становятся черненькими. И поверьте мне, черная водоросли, это нормально. То есть сейчас уже около трех или четырех дней они зелененькие и спокойно находятся возле берега. Смотрите, проходим дальше. И здесь водичка просто кристальная. На сегодня я могу вас расстроить, водичка прохладнее. На дюнах там, конечно, гораздо больше, но сейчас здесь 28. Время у нас 8.14. Ах, как все прекрасно. Заходим поглубже. Прекрасная водичка. Как жаль, что сегодня проспал немножко. Просто контраст воздуха. Да, так вообще все прекрасно. Смотрите, чистенько, великолепно. То есть возле берега. Если для вас это критично, то, к сожалению, придется погулять по берегу в поисках чистых водорослей. А там есть чистое море, чтобы не было водорослей возле берега? Везде водоросли, да? Что сказали? Они только тут ухажли. А, я думал, они оттуда идут. Говорят, нету. Мне понравилось, как я двигаюсь. Говорят, нету. А, машина по пляжу. Это вообще, да, великолепно. Просто дополняет антураж. С той стороны тоже приехал. У нас, знаете, этот везде, как куча машин. Сегодня больше всего порадовала машина администрации города-куроркта Анапа. То есть, ребят, если вы не знали, то вы не имеете права ездить по пляжам. Только через штраф и 5 тысяч рублей. То есть, у вас машина не спецтранспорт. Кто видит администрацию машину, обязательно фотографируйте и отправляйте в ЗОО предоохранную Черноморскую прокуратуру. Это неправильно. То есть, вы должны пример показывать, а в итоге, получается, нарушаете. В общем, о! Смотрите, в этом году у нас появились вот такие вот странные медузы. Их раньше таких не было. Я, честно, сам впервые такое вижу. Ну, как не впервые, уже в этом году видел, как кармашки, что ли, они выглядят. Вот такие. Раньше у нас, ну, такие грибовидные, либо как блямбочки. А вот кармашки вот в этом году я впервые вижу. Может, это разновидность, а может, это какая-нибудь страсть там еще. Ну, что я хочу сказать, что море великолепное. Приезжайте купаться, то есть, оно чистое. Вон, рыбки плавают. Вот для них эти водоросли, это прям манна небесная, потому что они для них служат как бы местом, где спрятаться от чаек тех же самых, либо других хищников, либо кормом. Потому что единственное, что тут можно есть, это водоросли. Других питательных веществ, к сожалению, нет. Температура воды 24,4. Холодная, горячая, не знаю, она прогреется 100%. И ждите сегодня эфир, буквально через часик он пройдет у нас по набережной Анапы. То есть, центральному, а потом еще через пару часов мы еще и каменные пляжи в Анапе посмотрим. Ну, а теперь идем к нашим экспертам по зеленой тине. Они сказали, что приезжают в Анапу только из-за того, что есть водоросли. Вот пока они не появились, у них настроение было плохое. Мы не ехали. Да, они не ехали. Только увидели в моих видео, что все, водоросли есть, говорит, наконец-то. Можно. Представьте, пожалуйста. Добрый день, Анапу привет. Олеся, вода теплая, море чистая. Водоросли не мешают обертыванию. Смотрите, какие хорошие. Смотрите, какие хорошие. Сколько вам денег Азаровский дал? Азаровский несколько. Ну, смотрите, какие чистейшие водоросли. Да, зелененькие. Зелененькие, красивые. Не воняют. Отлично, да? Так, вы представьте, вот эта женщина, как вас зовут? Эта женщина, хоть Наталья. Наталья, так, хорошо. Всем привет, меня зовут Настя. Хочу передать привет своему любимому папе. Папа, я тебя люблю. Умничка. Красавчик, тебя как зовут? Меня зовут Илья. Вот, все, со всеми познакомились. Ну, тебе рассказывайте, где вы отдыхаете у нас. Мы отдыхаем в пансионате Одиссея. Выбирайте его суббудку, потому что на этом пляже часто водоросли. Ну, ездим несколько лет, водоросли последний год, правда. А так всегда. А раньше было чистое море? Раньше было море чистое. Расстраивались, да? Да, расстраивались. Да, первый раз приехали, было в водорослях. Так, ну, в целом, расскажите, во-первых, почем стоимость в Одиссея отдыха? Ну, в принципе, постоянным клиентам делают скидки. Почему? Ну, сколько заплатили? Ну, 2000 день со взрослого, 1400 ребенка. Это с питанием? Это с питанием, трехразовое питание. Питание заказное у нас или шведское? Нет, заказное. Заказное, то есть вы приходите, говорите, мы завтра хотим кушать вот это, а вот это вам готовится? Нет, нет, нет. Там просто меню составляется на день, вывешивается в списочек, первый, второй, третий. А выбор есть еще? Выбор нет, выбор нет. Всем разносят порционно, соблюдает дистанцию. А, это в этом году так или в прошлом тоже? Нет, в прошлом году тоже всем разносят порционно. Овощи, крупные можно брать с общего стола. А эти порционно всем разносят, всем расклад. Порции нормальные, кормят вкусно. Ты наедаешься для детей? Очень. Очень вкусная еда. Так, а тебе нравится, как кормят? Да. Ты тоже наедаешься? Я его на руки брал, он ничего не весит вообще. Как воздушное. Как шарик. Так, хорошо. То есть, вы там кушаете, вас все устраивает, номера, что в номерах? В номерах, в кровати, кубер-плазменные инвизоры, холодильники, вентиляторы. То есть, в принципе, тоже все устраивает? Ну, в принципе, все устраивает. Это хорошо. Номер с балконом, вы на море, в каждом номере балкон, в общем, все чистенько, плотенцы меняют, постельное белье меняются, мусор выносит регулярно. Мы в восторге, ездим не первый год. Понял, так, мангальная зона, где-то там швычок пожарили. Есть беседка, даже есть подсветка. Вчера вечером сидели, жарили шашлык. Вообще шикарно. А денег стоит или просто сидите? Нет, просто на территории. Понял. Так, далее, еще такой вопрос. Вот сама территория вам нравится? Сама территория мне нравится. Территория большая, охороженная. Вы до этого ездили в июне, было все в очень красивых розах. Сейчас остатки остались от роз, но тоже красиво, все чистенько, деревья подстригают, травка зелененькая. Территория охороженная, детей с территории никуда не выпускают. За этим смотрим четко. Да, хорошо. Так, а какое-то лечение там есть, процедуры? Ну, вот насчет этого не знаю. Мы ездим чисто отдыхать из-за того, что первая линия и близость корпусов к морю. То, что можно балкон посмотреть на море, поэтому насчет лечения мы не спрашиваем. Ну, наверное, есть, если это пансионат. Так, а пляж какой из них ваш? Пляж вот этот. Вот этот, да? То есть лежачки выходят бесплатно? Лежачки бесплатно. Души. Душ в номере вот эти. Но как выходишь, там небольшой душ помыть ноги. Как из территории выходишь, небольшой душ помыть ноги. И питьевая вода. То есть здесь попить можно и лежачки? Есть туалет. И туалет, да, лежаки. Ну, тогда вопрос, в следующем году к нам приедете. Обязательно. Мы в Анапу ездим уже пять лет подряд. Ну, и не пугает. Да, вот стоим же нормально. Ну, стоим нормально. Я тоже стою, я тут, в общем, не со стороны. А вот он боится, да? Нет. Не боится? Заходи, водоросли, а вот здесь нет водорослей. Нет, на самом деле, то есть вот зелененькие, это хорошо. Они не пахнут, не воняют, все прекрасно. Вот когда черненькое выкидывает что-то, и нам говорят, что это полезное, там, мажьте с этим. Обычно говорят хозяева гостевых домов. Вот я их всех всегда приглашаю. Говорю, покажите собственным примером. Они отказываются. Так, я вас благодарю за ваше настроение. Надеюсь, фотографии вам понравятся. Хорошего отдыха, и будем вас ждать в следующем году. От души. Пока-пока. А папу, как там ваше зовут? Владислав. Владислав, вам отдельно громче привет. Я там, как курица лапой, вам пару строк написал. Они заставили меня под дулом пистолета. И всем друзьям, хорошего настроения. Приезжайте к нам на отдых. Все великолепно, прекрасно. Самое главное, получайте витаминчик D, здоровье. Ну, и в водорослях. Это самое главное. Я, кстати, мне бабушка вчера одна подходит, говорит, ты знаешь, у меня дочка заболела коронавирусом. Говорит, я ее в водоросли окунула. И все прошло. Вообще, то есть, не поверите. Рекомендуем. Они с йодом. То есть, именно это выделяет как бы йод, и оно все обеззараживает. Поэтому срочно. Соль, йод, солнце. Ничто не пробьет. Пока всем. До свидания. До свидания.